Мы решили назвать этот снеговикопушок, вот этого снежок, а это Боря. Морозец, комочек, а это просто красавец. Имя каждому придумывали всем двором. Но прежде всем двором их лепили. 17 снеговиков, 17 совершенно не похожих друг на друга. Образы снеговичков рождались спонтанно. У кого что было под рукой, тем мы их украшали. У кого-то был шарфик, у кого-то был галстук. В ход пошли цветочные горшки, упаковки из-под сметаны и даже бахилы для обуви. Здесь на Октябрьской 10 шутят. Именно они первыми в мире установили моду для снеговиков. Новые дизайнерские решения местные ребятню уже разработаны. Осталось воплотить их в жизнь. А мы расширим нашу долину снеговиков, потому что уже, я знаю, многие жители заготовили там шляпы, шарфы, галстуки ненужные. Уже приготовили, что мы только ждем от погодных условий. Я надеюсь, что в феврале еще до Масленеца будут утепельные дни, и мы обязательно еще полепим. Нашли тканью и для бровей, и для глаз, и для языка. Ткань вместо краски. Так фигуры получаются выразительными. Настоящую сказку в Можайском детском саду строят уже не первый месяц. 25 снежных персонажей из любимых книг и мультфильмов. Баба-яга, царевна-лягушка, Алеша-попович и змей-горыныч. Сейчас это самое популярное место зимнего отдыха не только среди воспитанников детского сада, но и всей местной детворы. У нас так получается, что как-то все почти связаны с детским садом. Внуки, дети. Поэтому обычно вечером даже такие экскурсии получаются, потому что всем интересно посмотреть, что получилось. А здесь снежная сказка должна появиться со дня на день. Масштабная снежная стройка сегодня развернулась на территории Вологодского детского дома номер 5. Вместе с воспитанниками учреждения в роли архитекторов выступили и члены городского общественного совета. Ну, задание было сделать крепость. Крепость оборонительное сооружение. Будем делать оборонительное сооружение. А получится и украсим. Крупные булыжники вниз, маленькие наверх. Здесь должны появиться небольшие башни. А с одной из сторон снежные накаты, чтобы брать крепость было удобнее. Проект будущего бастиона ребята разрабатывали несколько недель. На сегодняшний день коллектив детский, детского дома очень малочисленный. Всего у нас 33 ребенка на сегодняшний день. И, конечно, нам бы в одиночку это дело было сделать очень сложно. Поэтому вот такой большой компанией, я думаю, мы сегодня очень быстро справимся с поставленной перед нами задачей. Час с небольшим и еще на одну крепость в областной столице стало больше. Организаторы отмечают, в последние дни в Алакжане активно участвуют в главном зимнем конкурсе. Снега хватит, погода нас не подвела. Если сначала она придерживала снег, то теперь снега достаточно. И проект все больше и больше набирает обороты. Количество заявок постоянно увеличивается. Каждый день растет, постоянно люди звонят, просят помощь. И мы никому не отказываем. Несколько ведер снега, воды, небольшая палитра красок и чуточку фантазии. Вот и все, что необходимо настоящему снежному строителю. И у вас еще есть время поучаствовать в конкурсе. Заявки принимаются до 15 февраля на сайте городской администрации вологдопортал.ру. Евгений Осколков, Максим Тышковец. Новости Вологды.